Кто-то смотрит меня, кто по 20 лет в церкви, и вы все думаете, когда я уже начну служить Богу так, как Он хочет, и когда я войду в свое призвание. Я вам говорю, время настало, время настало, сегодня доверьтесь Господу, у Него есть стратегии для этого, для того, чтобы вести в вас свою судьбу, мои дорогие. О, слава тебе, Господь! И поэтому враг так препятствовал, и поэтому враг столько, я не знаю, этого террора, страха, всяких событий, которые увлекают наше внимание, всякие давления, прессинги на здоровье, на финансы, семьи, отношения, все, что только можно было атаковать, все было атаковано. Многие из нас были в таких обстоятельствах, как идеальный шторм, такое было в моей жизни. В моей жизни все сферы просто трещали по швам, и я понимала, это Божий огонь горит в моей жизни, и все, что Ему мешало в моей жизни, все было убрано. И я сказала, вот я одна осталась, Господь, если ты можешь это использовать, возьми и используй меня, как ты желаешь. Я не хочу больше строить ничего своего, я не хочу больше строить свой человеческий успех, даже если он христианский. Я не хочу строить свою карьеру, я не хочу заниматься самореализацией в том смысле, чтобы достичь совершенной себя. Я хочу, чтобы ты взял меня и использовал так, как ты сам этого хочешь. В конце концов, дорогие мои, Бог дал нам жизнь, Он вправе распоряжаться, как Он желает. И на самом деле лучшей жизни нет, чем та, которая отдана Иисусу Христу. Поэтому кому-то сегодня надо просто сейчас сокрушиться перед Богом и сказать, Господь, возьми меня, я хочу быть семенем в твоей руке. Послушайте, я видела эти семена, я призывала помазания в их жизни, и я верю, что это то, что Бог делает через эти эфиры. Свежие помазания, свежий огонь приходят в ваши жизни, когда вы слышите это слово откровение, пророческое слово. Оно и предназначено для того, чтобы зажигать, поддерживать, снаряжать, вдохновлять, побудить, поверить Богу. Для этого и призваны эти пророческие послания. Поэтому скажите сегодня, Господь, возьми меня, я готова, готова выбрать тебя сегодня, я готов выбрать тебя сегодня. Вопреки всем своим амбициям, вопреки всем своим планам, вопреки всем своим ожиданиям, вопреки всем своим страхам, я готов сегодня выбрать тебя и твою волю для моей жизни. Как ты хочешь, чтобы сегодня моя церковь развивалась? Как ты хочешь, чтобы моё служение сегодня развивалось? Как ты хочешь, чтобы я служил тебе? Как ты хочешь, чтобы моё творчество служило тебе? Ведь вообще нужно сегодня, чтобы Бог хочет, чтобы вы вообще совершили большой поворот в своей жизни и начали заниматься совсем другими вещами. Если вы такой человек, как вы чувствовали эти побуждения, вы чувствовали эти побуждения, вы чувствовали, что ты побужден, но не слушаясь, и поняли, что предварительно месли перед людьми. Долг в служении, долг перед церковью. Начните сегодня доверять Богу и начните доверять, что вам, возможно, кажутся малозначительными. Но Бог знает, для чего Он побуждает вас это делать. Может быть, кому-то сегодня, может быть, вы пастор церкви, куда сегодня стихи писать, а вы ограничиваете себя и думаете, что это какая-то ерунда. А через ваши стихи сердца и будут исцеляться, понимаете? Люди будут читать, возможно, ваши стихи, и Дух Святой будет приходить в их жизни, освобождать от зависимости. И любовь Божья будет изливаться в их сердца. Почему мы думаем, что только вот определённым образом Бог может служить людям, только когда мы стоим в церкви за кафедрой? И я же не говорю, что не нужно выходить за кафедрой. Я говорю о том, что Бог может и не только так действовать, и не только так Он может использовать вас. Может, кого-то Бог сегодня побуждает картины писать или песни писать. «Послушайте, о чём говорить, когда Бог мне в прошлом году побудил написать первую в жизни мою картину маслом, а потом я в жизни кисть не держала и масляные краски?» Я думала, как это возможно? А потом оказалось, что эта картина — живое пророчество, иллюстрация того, что происходит в духовном мире. И это было сильнейшее подтверждение и ободрение для меня и многих людей. Но я могла не послушаться. «Господь, я рассказывала эти дни, почему я так делилась откровенно эти дни предыдущие?» Я вчера после эфира сижу, думаю, «Господи!» Я просто как будто свою душу вообще наизнанку вывернула и в эфире рассказала такие вещи, которые я ещё не рассказывала. И думаю, ну, нужно ли это кому-то? Понял ли кто-то? Кто-то ли услышал вообще что-то из этого? Для кого-то ли я рассказывала это, то, что я рассказывала предыдущие два дня? И знаете, я начала получать некоторые письма, и я поняла, что Бог знает, что Он делает. И то, что Он побудил меня делать, Он знает, как Он это будет использовать. И на самом деле, вау, ваше свидетельство подтверждает мне, что Господь делает то, что Он обещал через эти эфиры. Я делилась с вами историей, как Он поручил мне это делать. И это тоже был шаг веры, это было доверие. Но послушайте, когда мне пишет один мужчина из Польши, он говорит, Бог ему дал такое бремя за Польшу, молиться, ходатайствовать за Польшу. У него было видение от Господа созидать в тюрьмах церкви, и чтобы насаждать прямо церкви в тюрьмах и проповедовать в тюрьмах. А в Польше по законодательству это нельзя делать. И ему говорили его друзья, что это невозможно, ну где угодно, только не в Польше это невозможно. И вот этот человек идет в парк в определенный день, когда у него давление такое на него, прессинг такой, неверие просто, ну страх, просто нет видения вообще, что делать дальше, как двигаться дальше. И вот он вышел из служения в церкви, он пошел в парк, сел на лавочку, включил свой телефон, открыл фейсбук и открывает запись, наверное, моего эфира. Там, где я говорила и делилась пророческим словом о том, что время остановки закончено, и о том, что сейчас время рождения того, что вы вынашивали эти девять последних месяцев. И он слушает это слово, и Дух Святой сходит на него, и он получает ободрение, и в нем укрепляется вера, и он идет и начинает делать то, что Бог вкладывал в его сердце, то, что Бог побуждал его делать. И чудеса начали происходить, и он пишет мне свидетельство, что вот на моих руках уже бумаги, мы открываем международную евангельскую миссию свободы, и они насаждают в тюрьмах церкви, и они идут уже в детские дома, и в интернаты, и в разные другие сферы, и организовывают там целое движение вообще Божье в Польше. И к ним присоединяется команда огромная международная. Ну, короче говоря, понимаете? А можно подумать, господи, ну какие эфиры, что-то такое малозначительное, ты мне стадионы обещал, или еще что-то обещал. Послушайте, у Бога есть свои стратегии.